Привет всем! Ну что, скоро Новый Год и уже пора делать подарки. Вот вы уже сделали подарки? Я еще нет, но начинаю этим плотно заниматься. Итак, автомобили любят все. И мальчики, и девочки. И маленькие, и большие. Лучший подарок, конечно, подарок сделан своими руками, либо книга. Ну, сюда чуть-чуть я приложу своих рук. Значит, во-первых, нужно его собрать, во-вторых, его нужно покрасить. Покрасить его нужно достаточно интересно. Поэтому вот такой вот подарок я приготовлю дочке. Автомобиль, как видите, это не CMX, который был до этого на тест-драйве, на обзоре. Это CFX, более улучшенная шась, поэтому рекомендую ее покупать, если вдруг решите покупать. Итак, значит, я предлагаю в этой части взять да покрасить кузов в розовый цвет. Итак, что касается корпуса, значит, здесь я так пока поднакидал, да, но еще буду решать. То есть, это облака, это снизу река, тут солнышко светит, там цветочек зеленеет. С этой стороны у нас получается травка и цветочек. Сзади смайлик. Вот, поэтому сейчас сначала наношу черный цвет. То есть, грубо говоря, делаем тонировочку нашему автомобилю и потом уже приступаем за все остальные цвета. Итак, черный полностью готов. И теперь я, наверное, буду приступать за солнце. Хотя параллельно могу и красить, допустим, реку и траву. То есть, чуть-чуть там закрывая чем-то, да, газетой, грубо говоря, прикрыть и пораспылять, и все. Потом вместе опять все сохнет. Наверное, так и сделаю. Так будет, грубо говоря, быстрее. А то каждый слой сохнет достаточно долго, а их надо по три штуки сюда набивать. Вот так это теперь выглядит. Ну, я на самом деле допустил некий косяк, сейчас скажу. Здесь, значит, будет вода, да, вот немного синего пока в один слой. Сейчас дальше добьем. Соответственно, ромашки наши сердцевидные у них желтые. Приходится вот так вот сначала желтым рисовать. Смайлик сзади тоже желтый. Так рукой, что вывел, кружки рисую шайбами металлическими. Вот, косяк. Совсем забыл. Я их вырезал на самом деле уже. Маски снял полностью и забыл арки. Все-таки это внедорожник, и он должен быть нормальный, и арки черного цвета. То есть, передний я уже задел желтым, как видите. Ну, стирать смысла нет. Все точно не сотру, а задние были не задеты. Задние я докрасил черным, а передние докрашу снаружи. Опыт есть на CFXW. Вот, поэтому потом, когда уже все покрашу, я сниму верхнюю маску, вот эту снаружи, да, которая, и покрашу арки снаружи передней. Ничего не сотрется, в принципе, все нормально будет. Вот, и сейчас, что задача? Задача сейчас вот синим дорисовать, еще слой добавить на смайлик. Потому что он пока так, в один, не показывал с этой стороны. Вот так вот выглядит. Пока как-то непонятно, да? Вообще непонятно. Еще один промежуточный вариант. Значит, нарисовал лепестки, ой, не лепесточки, а ствол цветочка, грубо говоря. Не знаю, как правильно это называется, да? Здесь нарисовал травку, плюс тоже ствол цветочка и вода. Значит, теперь буду рисовать лепестки. Как вы понимаете, я здесь не пользуюсь никакими трафаретами, у меня полностью, как бы, все от руки. И я думаю, трафареты здесь, ну, нафиг не нужны. Все должно быть такой рукой выведено, да, может, кривоватый, но идеальных цветков не бывает, по факту, да? Поэтому буду все руками сейчас выводить. Получается, у меня осталось два цветка плюс облака, и их сейчас я буду красить в белый цвет. Да, я, конечно, не эксперт по ромашкам. В общем, у меня будут самые простые контуры черные, делать я не буду, потому что это вообще мега заморочка, да? То есть, просто будет белый, и все. Облака, ну, в принципе, облака, я думаю, неплохо получится, но будет ярко-белый, грубо говоря. Вот, и здесь маленькая ромашка вышла, по факту, меньше, чем я хотел. Так что, погнали. Лепесточки покрашены в белый цвет, облака тоже покрашены. Ну, вот так вот это выглядит на текущий момент, пока как-то не очень. Значит, что я решил. Смотрите, задние арки я нарисовал, их в черный цвет изнутри, да? Передние, соответственно, я забыл, скосячил. Но, мне только что пришла идея, я их разноцветные, короче, покрасил. Тут, наверное, будет сочетание, хотя здесь зеленого больше уже. Здесь сочетание будет и синий, и желтый, и зеленый, короче, все, что получится. Я сейчас помикитал туда разных цветов. Видите? Вот так вот. Ну, должно быть прикольно, да? Вот, значит, все. Теперь снимаю всю маску. Вот фары, не знаю. Вообще, я не буду никакой свет делать. Хотя в комплекте там брудит есть. Ну, оставлю, ладно. Фары открытые, то есть вот эти части. Сейчас подумаю. Вообще, мне ни нафиг не нужны. Свет я проводить не буду. И красим в розовый цвет. Вот такой вот, какой-то бледный, знаете. У меня есть вишневый красный, но он вишневый. А этот розовый, прям розовый. Вот, потребовалось мне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 красок. Мне кажется, никогда столько не требовалось для покраски автомобиля. Вот так вот выглядит кузов после снятия всей маски. Ну, на фарах решил оставить, мало ли. И вот что получилось вот здесь вот. Но пока он еще в верхней пленке, поэтому должен потом стать получше. С этой стороны посмотрим. Собственно, красим в розовый. Да, в общем, вот такое вот чудо получилось. Ну, собственно, сейчас снимем верхний слой. И потом, я думаю, наклеечками будем исправлять все косяки. После снятия верхней маски кузов становится намного ярче и интереснее. В принципе, получилось неплохо. Опять же, покраска на троечку из десяти. То есть, нету черных вот этих обводов, да, сделать, выразить больше облака. И те же самые лепестки смотрелось бы, ну, более натурально, что ли. Но это очень большая заморочка. То есть, еще контур вот этот черный обводить. Я не стал этого делать. Вот здесь маленькое разделение сделал черным. Но, как бы, смотрится на самом деле что-то даже не очень. Нужно, не нужно оно здесь. Вот, а теперь я понимаю, что вот эти арки надо было делать, на самом деле, все какие-то яркие. То есть, не черные, как у автомобиля. Вот передние получились классные. То есть, вот она, вот травка, вот она продолжение, да. Здесь вода. Можно было сделать продолжение вот здесь вот воды. Это было бы реально круто. Мне кажется, было бы, наверное, так бы правильнее даже. Маска на передних пока сидит в фарах, надо будет ее снять. Ну, а здесь, соответственно, был розовый. И все потом добил белым цветом, чтобы смотрелось еще ярче. Ну, что, друзья мои, оценивайте, оценивайте, насколько покраска по-вашему по 10-бальной шкале. Да, есть косяки, но в целом получилось достаточно весело и ярко. В общем, вот все, что получилось после обклейки. Наклеек, на самом деле, здесь очень много. Здесь есть такие, можно полосы еще по периметру пустить. Плюс тонировка на стекла. Но я здесь это не буду делать. Есть вот такие всякие CFX, там, Таратата, МСТ, Бронко, прочие. Но это все лишнее. То есть здесь вся задумка именно вот была в кузове, да. И именно она такая осталась. Значит, добавил только фары. Ну, кстати говоря, много оставил свободного пространства. Нужно было меньше, на самом деле, оставлять. Ну, да ладно. Вот. Здесь чуть-чуть габаритов. Задние фонари. Форд даже надпись не писал, потому что не нужна. Звездочки наклеил. Плюс горы. И одну звездочку, и плюс ручки. В принципе, все. И дворники. Вот. Здесь решетки не стал клеить, потому что солнце закроют. Но в целом получилось вот так вот. Я думаю, неплохо. И не буду клеить... Я могу убрать косяки вот этой тонировки своей, да. Потому что там не идеально все. Могу вот это наклеить в тонировку. Но это будут лишние детали, которые будут, грубо говоря, торчать. Потому что кузов неровный. И они где-то будут задираться. А это лишний повод сорвать и съесть. Вот. Это нафиг не нужно. Поэтому оставляем как есть. Пусть лучше все будет внутри, все будет покрашено. И как минимум... Как... Нет. Не как минимум. А как можно меньше всяких клееных деталей, которые можно сорвать и съесть. Вот. Ну, шучу, конечно. Значит, все. Друзья мои, вот так вот получается. Еще раз покажу вам кузов, какой получился. Ручная работа. Я думаю, неплохой подарочек будет. И достаточно веселый. Жизнерадостный. Здесь цветочки, солнце, травка, вода. Все, что присутствует у нас в нашем мире. Поэтому, друзья мои, в следующей части давайте соберем шасть до конца полностью. Да? Я думаю, там ничего интересного нет. Плюс-минус она похожа на CFXW. Только в меньшем масштабе. И масштабе CMX. Поэтому и там же подключим и посмотрим на автомобиль в целом. Когда этот кузов приобретет свою шасть. И подъедет. Поедет прям под елку. Пока.